Здарова всем, с вами Мша и очередной зимний сталк. На самом деле, ну, все вы, наверное, может не все, любите хлебушек, ну или как минимум хлебушек, батон, его ели. Для его производства нужно зерно, а зерно нужно где-то хранить, ну той же зимой, да? И поэтому мы сегодня попытаемся обозреть одно такое распространенное типичное сооружение, которое называется элеватор. Вначале на него нужно попасть, попробуем это сделать. На самом деле мы находимся в одном таком интересном промышленном районе города Санкт-Петербурга и этот район интересен тем, что здесь находятся аж целых два элеватора, ну, даже больше немножко, но конкретно два соединены вот таким огромным конвейером. И что же там в его внутрях происходит, надо сейчас и посмотреть. Мы находимся в башне, через которую походит конвейер между этими двумя цехами. Там виху довольно пыльно и шумно, поэтому я просто сделаю такую видеозарисовочку, ну, а вы посмотрите, как зерно перебегает из одного цеха в другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это целая крысиная тропа, протоптанная этими серыми мышевидными грызунами. А конвейер-то поростенок довольно длинный, он километра пол, наверное, идет. Хорошо, что мы по нему не пошли, потому что там были видны следы работников, да и мы бы в такой бы пылю и оказались. Что потом просто домой бы не пустили, сказали, эй, ты кусок зерна, иди, отмойся для начала. Впервые в своей жизни я вижу видеокамеры, установленные на борту этого крытого грузового вагона. Видимо, местные товарищи живут по принципу лучше перебздеть, чем недобздеть. Итак, мы во избежание адского запыления двигаемся параллельно конвейера снизу. Ну, а интересует нас вот то огроменное здание. Собственно говоря, это и есть элеватор. Очень такое умное название – элеватор. На самом деле, это устройство, это вообще такое сооружение необходимо для хранения зерна. То есть, привозят его, какое-то время хранят, а потом уже отгружают там хлебопекарням, ну и разным потребителям. Оно состоит из двух основных частей. Первое – это вот вертикальный подъемник, то есть вот это высокое здание, по которому зерно поднимается наверх. И там дальше идут такие, отсюда не особо хорошо видные, вертикальные сооружения, называемые силосами. В них и хранится, собственно говоря, зерно. У этих силосов сверху и снизу есть лючки, сверху в него засыпают зерно, снизу его сгружают. Высота этого сооружения порядка 70 метров, поэтому сверху должен открываться довольно хороший видок на град Санкт-Петербург. Мы находимся уже на территории элеватора, и сейчас нас ждет долгий путь наверх. И начнется он вот с этой маленькой лесенки, которая поднимет нас на небольшой пристроенный корпус. Чем выше мы залезаем, конечно, тем более заметными мы становимся, но вот рядом с нами идут вот эти корпуса силосов. За этими бетонными стенами спрятано огромное количество зерна. А может быть они пустые, кто его знает. Ну что, дорогие ребята, вы постоянно меня спрашиваете, что нужно на Сталке. Вот вам еще один такой момент. Видите лесенку, да? Ведь я не знаю, крепко она закреплена, не крепко, поэтому мы как минимум немножко подергаем ее перед тем, как лезть. Хорошенько подергаем, не упадет ли она от того, что ты по ней полезешь. Ну и так как мы лезем втроем, нужно лезть, конечно, по одному, чтобы нагрузка на нее была не такой высокой. Ну и буквально через пару минут упорного залезания наверх мы оказываемся практически на самом верху, и нам остается подняться только вот на эту замечательную башенку. Ну и наконец-то мы поднялись на самую высокую точку этого элеватора. Мы находимся сейчас на высоте порядка, ну, так, если я не путаю, где-то метров шестьдесят пять. И перед нами открывается вид, ну, конечно, не на исторический Санкт-Петербург, на промзону, но тем не менее, вид с высоты это всегда офигенно. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. А исторический город Санкт-Петербург находится вон подальше там немножко. Пикантность нашей ситуации в том, что мы находимся практически в открытом виде перед сотрудниками охраны доранного предприятия, которые наверняка будут немножко подрастроены, когда увидят нас сверху. Но, в принципе, черт с ним. Мы ничего плохого не делаем, а просто фотографируем. Вдали видно Большевтинский мост, чуть ближе находится мост Александра Невского, здание банка Санкт-Петербург, такого стеклянного уродца подстроили, который виден отовсюду. Ну, и, собственно говоря, сама река Нева. Конвейер, по которому мы хотели сюда прийти, конечно, отличается довольно-таки эпичной длиной. Можно видеть, как он уходит в перспективу. А вот еще одно красивое инженерное сооружение, которое называется Финляндский железнодорожный мост. К простому пешеходу на этот мост никак не попасть, потому что с обеих сторон реки он охраняется своими войсковыми частями, типа как стратегический объект. Поэтому единственное, что можно, либо попросить дяденек военных пустить, пожалуйста, либо проехать на каком-нибудь пассажирском или грузовом составе. Кстати, та вот трасса, которая идет, это набережная водного канала. А самый водный канал находится чуть ближе к нам. Здесь только с одной стороны набережная идет, со второй все пробить и никак не могут построить. У нас уже такая своеобразная даже не традиция, но все-таки это уже второй сталк на берегу обводного канала. Что меня очень сильно порадовало, что эта башенка запирается на такие довольно характерные засорчики, как воздухоплодных дверей в убежищах. Ну и все, конечно, прекрасно знают, что я продажная скотина. Да, я продаюсь. Ну нет, я не проститутка. На самом деле, немножко реклама. Сейчас такая пошла мода. Да, вот есть шкала блогера. И еще один товарищ решил сделать обзор на чудо-рэперов. У него там несколько выпусков готово. Я так смотрю, поражал, но это да, 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 да. Просто надо вообще у него спросить, где он их достает. Ну, в общем, шкала рэперов, канал, чтобы поражать. Заходите, подписывайтесь. В общем, ну, он растет. Видно, его качество видео так улучшаются. Прям вот скоро-скоро догонит и перегонит нефедова. Ну, в общем, молодец, чувак, старается, работает. Подписывайтесь, заходите. Я тут увидел такую классную розетку. Вообще не знаю, где их форму придумывались, но это явно тоже какая-то защищенная от влажности или чего-нибудь. Только по советским стандартам. Я все-таки решил проверить, есть ли тут электричество или нет. Мы начнем ставим зарядку, просто добавляем, а как щипанет, обидно будет. Ну, ладно, а уходь не 5-го обуви, это и то родно. Все попробуем телефон подзайдить. Нет, электричество, обломали, отключили за неуплату. Так что не ходите сюда и не заряжайте свои телефоны. Гуляя по комплексу, мы увидели, там где-то шильдик был, 1958 года построители это все здание. Конечно, в те времена особо не задумывались над удобством вообще народа, который здесь будет находиться. Вот один из этих примеров. Лесенка, поднимающаяся на башню, конечно, она вводит в такое довольно узкое пространство. И как всегда нужно обладать довольно маленькой комплекцией, чтобы довольно без проблем пройти через этот барьер. Ну, а так как мы нагружены всякими рюкзаками, ну, вообще-то мамы немножко такие более пухленькие, поэтому приходится довольно с трудом протискиваться. Ну, впрочем, это мелочи на самом деле. Ну, а мы немножко ознакомимся с тем, как работает вообще элеватор. Насколько нам позволят мои знания. Итак, мы находимся, значит, в самом подъемнике, то есть в здании, где зерно поднимается на самый верх. И сейчас я нахожусь в так называемом машинном зале. Сразу мы видим огромные электромоторы, редуктора. И, ну, это что-то похожее на циклон. На самом деле, точно как оно работает, я не скажу, но это все должно помогать зерну подняться снизу до сюда, до вверху. Ну, как я читал в той же Википедии, для этого вообще придуманы специальные такие вертикальные подъемники, то есть, грубо говоря, ковши, которые забирают зерно снизу, везут его наверх, высыпают на конвейер. И дальше по конвейеру, находящемуся сверху над силосным корпусом, зерно уже движется к своему хранилищу. Нам повезло, мы сейчас попали в тот момент, когда двигатель остановился, потому что до этого здесь был, на самом деле, невообразимый шум. Редуктора-то текут потихоньку. Это маленький кусочек Англии наверху старого советского сооружения. Похоже, на очень, на телефонную будку. Закрыта она на маленький замочек. Но, пожалуй, мы не будем смотреть, что там. Сейчас портя попробую фонариком посветить. Но, к сожалению, внутри этой будки ничего интересного не оказалось. Обычная небольшая кладовочка для хранения уборочного инвентаря. Конечно, оформлена она довольно-таки интересно. Но на этом все и заканчивается. Через окошко видим, что мы по-прежнему находимся на довольно-таки большой высоте по сравнению с остальным городом, что, конечно, несомненно, нас радует. Я, конечно, приколол вот эта штука. Она похожа на софла ракеты, перевернутая вверх ногами. Как будто взяли ракеты, перевернули вверх ногами и закрепили ее. Зачем оно нужно, не очень понятно. Мы продолжаем спуск вниз по рабочей башне элеватора. И мы попали в следующее, более низкое помещение, более нижнее, где находятся вот такие бункера. Ну, как всегда, это связано с зерном. О назначении сейчас попытаемся отгадать, для чего оно нужно. Конечно, местный персонал тут со своеобразным чувством юмора. Запасной выход. Лесенка и окно. То есть надо выйти в окно, чтобы тебе наступило счастье. А вот это очень сильно похоже на задвижку, как в печке у вашей бабушки в деревне. Задвинуть, и воздух никуда не пойдет. И спустившись еще на два этажа вниз, мы оказались в том месте, где и хотели. В верхнем надсилусном пространстве помещения. То есть вот здесь зерно, поднятое наверх, поступает на такие ленточные конвейеры. И по ним начинает двигаться вон туда вот далеко, где и сцепается в бункера. Ну, сейчас мы пройдем туда и посмотрим. Ну, еще раз повторюсь, что мы находимся в верхнем надсилусном пространстве. Силусы, вот это те цилиндрические бетонные строения, то есть в которых находится, хранится как раз зерно. И сейчас я нахожусь прямо вот, ну, грубо говоря, подо мной эти силусы и есть. Вот я свечу туда вниз, и мы видим, что там внизу находится зерно. То самое зерно. И цилиндрическая как раз форма этого силуса. А как работает вообще все вот это верхнее надсилусное помещение? Смотрите, в самом начале мы увидели вот такой вот ленточный конвейер, по которому зерно должно податься в силусы. Этот ленточный конвейер постепенно поднимается и приходит вот к такой довольно интересной тележке, да? Который на своем таком железнодорожном ходу, скажем так, обустроен. Это железка. Она поднимает этот конвейер. Заодно натягивая его. Видите, специальные натяжные барабаны. И с этого конвейера зерно всыпается в соответствующий силус. У каждого силуса сверху есть такие лючки, через которые я светил, вам показывал, зерно. Соответственно, тележка передвигается к своему силусу и осуществляет сброс зерна туда. Все довольно просто. Ну, естественно, все этот процесс либо автоматизирован, но как минимум не ручной, потому что вручную эту махину передвигать, наверное, заколебешься. И для этого там установлена чуть по воду специальная такая помещение, в котором, наверное, сидит оператор и управляет всем этим богатством. Мы все прикалывались по поводу того, что это телефонные будки, такие английские. Ну что ж, откроем еще одну будочку и посмотрим, что там внутри находится. Вуаля! Там находится телефон. Вот здесь видно тряпочкой заткнули, но, видимо, чтобы зерно в разные стороны не рассыпалось. Конечно, конструкция такая довольно интересная. Дрезинка такая, специальная зерновая дрезинка. Ну, а заканчивается конвейер вот таким вот электромотором и ременным приводом, и натяжным барабаном. То есть мотор вращается через ремень, приводит в движение барабан, ну и, соответственно, потом конвейер начинает уже вращаться. Не знаю, насколько скучная здесь работа, но явно кому-то совсем стало скучно. Ну, в общем, не знаю, если такая работа неинтересная, то лучше, наверное, просто уволиться, а не так заканчивать свою жизнь. Шкаф релейный, модель R-Shed WG. Год 1971. Сейчас же зима, и здесь дубак вообще адский, потому что это помещение ни капли не утеплено. Поэтому как здесь сидит обслуживающий персонал, я не знаю, либо в толстых валенках, либо это. Я в интернете прочел, что иногда бывают такие казусы, что зерно, хранящееся в силосе, либо замерзает, либо как-то оно, в общем, становится твердым. И когда снизу открывают лючки, оно тупо не высыпается. И поэтому берут, нанимают команду промышленных альпинистов, которые спускаются вниз. Здесь молотками или кайлами долбают там дырку, ну и, в общем, приводят как-то в хоть какое-то разрыхленное состояние это зерно. Ну, наподобие, как вот у вас сахар, когда он немножко подмочен, он тоже превращается в камень, и вы его разбиваете. Вот так же и зерном делают. Ну, такая своеобразная работенка. Ну, вот мы нашли какое-то необъяснимое явление под названием не круглый силос, а вот он между круглых, как будто зерно нечаянно просыпалось между ними. Но я просто думаю, так как эти силосы круглые, они состыкованы вместе, между ними остается много пустого пространства, которое решили тоже использовать для хранения зерна. Поэтому оно такой необычной формы. Оно просто образовано четырьмя смежными силосами. Вообще, на мое удивление, здесь оказалось довольно мало голубей. Я думал, тут их будет кишмя кишить. Но, я думаю, что их просто тут усиленно гоняют. Надо посмотреть в комнате персонала, может быть, у них там ружья есть. Очередная розетка для пьяных. Поповый, попади в свою дырку. Тут у народа появилась идейка сделать что-то наподобие драгрейсинга на тележках по этим рельсам. Но я думаю, что они будут так сильно греметь, что потом этот драгрейсинг устроят на наших задницах. Это бубошенька, наверное. Это будка товарища, который обслуживает все это дело. В той будке оказался объемный датчик, который подозрительно заморгал красным. Поэтому мы решили немножко эвакуироваться. На нижние этажи мы решили не идти, потому что там довольно, ну, велика вероятность напороться на местный обслуживающий персонал, который явно не рад будет тому, что мы там находимся. И поэтому мы решили потихонечку уходить. В принципе, снизу и так все понятно, что будет. Там такие же конвейеры и зерно, которое уже отпускается, оно уже подается там либо на железнодорожные вагоны, либо на какие-то там автофургоны и увозится уже на переработку. А может быть, уходит все на тот же конвейер, который я вам показывал длинный. Санкт-Петербург – город контрастов погоды. Недавно шел сильный снег, а теперь облака ушли, и наступает ясная погода и закат. Санкт-Петербург – город контрастов. Это такая довольно стремноватая конструкция, с учетом посмотреть, какое количество метров донизу. Ну что ж, это был зимний сталк по зерновому элеватору. Теперь вы знаете маленький отрезок пути, по крайней мере, со мной прошли, маленький отрезок пути, по которому проходит зерно, прежде чем стать вашими любимыми булочками или хлебушками и так далее. Так что оставайтесь на канале, кто не подписался, подписывайтесь, лайкайте. С вами был МШ, всем пока-пока!